МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ешьте гранат, советовал пророк Мухаммед своим ученикам, поскольку он очищает душу от зависти и ненависти. А еще считается, что гранат, даже нарисованный, приносит в дом счастья и умиротворения. В эфире Тольятти Культурный. Я, Наталья Корсакова. Здравствуйте! Галерея Байрама Аврал. Работа кипит. Шутка ли? Надо успеть упаковать и отправить на выставку аж 70 картин. Сейчас мы присутствуем, как вы вот эти картины упаковывали, собирали. Вообще, что вот в этой работе, в подготовительной, самое сложное и чего опасаетесь? Самое главное, когда транспортировку делаем картинами, произведениями, надо хорошее, конечно, их упаковать, потому что когда во время перевозки можно получать различные повреждения, это багеты, это сам холст раздавится, может, поэтому надо тщательно их упаковать, потому что доставка музея и обратно – это процесс, хотя сколько километров в большую роль не играет, если надо тщательно упаковать, вообще, должен быть, если большие других расстояния, мы делаем ящики специальные, их упакуем. Это целый процесс, это долго, это, я скажу, и затратное. Выставка «Юбилейная» посвящена 30-летию творческой деятельности художника Байрама Саламова. Для мастера это значимая дата, потому и подготовка идет серьезно. Отмешать, вот, какой упакован. Именно эта выставка, вот, третий музей, который мы открывали, в этой выставке, это результат того, что 30-летний период, который, они все были разные. А здесь более собранные все, здесь очень много картин. Каждая выставка дает какие-то переходы к другому этапу жизни, творчеству, и вообще-то тоже жизнь, что происходит, все это. Для мне этот вот, для родного города, это мне очень люблю этот город, это музей, я очень люблю, я с 90-го года в музее начал выставляться. И вот это, для меня это был большой экзамен. Конечно, это проходили разные направления, я проходил. Более тогда молодой был, наверное, сейчас уже, вот, сам уже смотрю эту выставку и думаю, наверное, следующую я буду по-другому, наверное, делать. Творение живописца заняли все три зала Тольяттинского художественного музея. В экспозицию вошли произведения, созданные за последние годы. Зритель увидит уже полюбившиеся сюжеты и совершенно неожиданные эксперименты. Стоит ли напоминать творческое кредо Байрама, удивлять, а иногда и шокировать? Что мне нравится его? Ну, стиль, письма, как художник, это нечто отличается от всех. Его колоритность, его насыщенные картины поражают всегда и всех. Ну, давай пока так оставим. Когда подбираем экспозицию, надо, чтобы не било. Вот так обычно происходит оформление выставки. Создание экспозиции – дело кропотливое и невероятно сложное. Здесь свои правила и законы. Борис, вот, да? Тоже к вам богу. Процесс развески картин оказался настолько интересным, что мы с оператором даже не заметили, как стали его полноценными участниками. Как правильно картины показать? Цвет, видишь, повторяю, там сиреневыми, так вот. И вот этот же сиреневый, с розовым, есть там. Кто бы мог подумать, что для правильного распределения картин на стенах есть даже специальный прибор. Его луч фиксирует высоту размещения картины на стене. Кстати, цифровой уровень Тольяттинскому художественному музею подарил Никас Сафронов во время последнего визита в наш город. Мелочь, а приятно. Как правило, автор не участвует в создании экспозиции. Этот процесс отдан на откуп профессиональным галеристам. В данном случае им есть где разгуляться. Вот, к примеру, фрагмент, посвященный творчеству художников-импрессионистов. Здесь Байрам выступает еще как... Он нас вводит в историю искусства, вот 20 века. Потому что здесь он как бы ведет диалог и с Мане, и Брейгель, даже не только 20 век, здесь и Брейгель со своими слепцами. Но самое интересное, вот я подходила к некоторым и спрашивала, какая вам больше всего работа понравилась. Мне говорили, вот цветы, там, женщины, там, вот пионы, которые я смотрела, действительно они оживают. Вот такое впечатление, вот сейчас лепесточки замедлены, они распускаются. Но для меня вот самая какая-то гениальная работа на этой выставке, это... она не лучше, не хуже других. Просто она, мне кажется, отражает вот наше время. Потому что все знают подсолнухи Ван Гога. И вот здесь, вот роскошные подсолнухи, свет, солнце и у Байрама эти подсолнухи, то есть этот мотив, эту тему он развивает, вот как бы раскрывается, ну, драма нашего времени сейчас. Они на ветру, они какие-то обожженные, и, в общем-то, они чем-то похожи на слепцов брейгелевских. Для меня, действительно, это очень большое открытие сегодня. Многие художники на выставке, вы потом это все увидите, ваши товарищи по цеху, так сказать, отметили вот именно на этой выставке, вот практически дословно говорю, что как никогда проявился ваш талант вот яркого, чистого цвета. Вот с чем это связано, как вы к этому пришли? Начали уставляться, честно говоря, со мной рядом никто не хотел повесить свои картины, потому что они были сколько яркие, чтобы другие картины, например, не дали возможно смотреться. Поэтому никто со мной не хотел вместо уставляться. Но потом, в современном, привыкли. А яркие краски, это, наверное, тоже, наверное, крови, это солнце, это горы, это Азербайджан. Поэтому яркие цвета я всегда обожаю, до сих пор ярким работам некоторые я делаю. Иногда вот меняюсь, конечно, по отличию, в каком теме какой свет нужен. А так-то, если в моем палитре нет кадми красно-светлого и кадми желтого-светлого, я вообще не могу работать. А это лить мотив выставки, ее главный герой – гранат. Примечательно, художник для полноты картины даже купил настоящие азербайджанские плоды. Гранатовая тема, можно сказать, у меня, каждого азербайджанца, наверное, это крови, этот фрукт, символ мы считаем Азербайджаном. И вот каждый год даже проводят там фестиваль гранатовый. Это событие очень большое. И он для нас очень много означает, не только как фрукт, как символ, символ тайны, символ семьи, символ счастья и так далее. И мы его встречаем в инородном сказке, мы его слышим в какой-то народной песне, мы его слышим в каких-то, скажем, любой домене, который и после меня, наверное, художники. Используют эти темы разные, и сюрреалистические, и реалистические. И кто-то, можно сказать, он в нашем крови. Поэтому без последних два года я очень много работал на этой теме. И вот самых из лучших-лучших я сегодня вгустил. Издревле удивительный плод связывался с понятием изобилия, любви и вечной жизни. Символика граната обусловлена своеобразными свойствами – цветом, формой и внутренней структурой. Больше отношусь к символу тайны. Меня это больше интересует. Каждый раз это раскрываешь, это гранаты, его внимательно смотришь. Они бывают разные, да, бывают светлые, бывают сладкие и так далее, бывают темные, краплакные, так и света. Но все время, даже, вот, скажем, даже зимнее время, вот, некоторые сохраняются, даже моего. Просто он глаз радует. Вот я отношусь к нему как художник, наверное, как тайна. Юбилейной выставкой «Гранатовый сон» художник Байрам Саламов дарит праздник своим зрителям, поклонникам, тем, кто любит и ценит изобразительное искусство за его неповторимое эмоциональное воздействие, за то, что позволяет увидеть мир другим. В наше время подобное отношение к действительности актуально, как никогда. Два года назад, как дана заявка, ну, попал в такое, чуть-чуть сложноватое время. Я надеюсь, что все будет хорошо, полезен, проходит, а искусство остается. Известность Байрама Саламова давно вышла за пределы Тольятти. Сегодня это художник с мировым именем. Его произведения находятся в фондах Тольяттинского художественного музея и частных собраниях коллекционеров России, Германии, Швеции, Италии, Канады, Чехии, Кипра и Франции. Очень яркие, веселые картины, такие немножко сверхглассистные иногда, где как раз смешана и европейская тематика, и тоже всегда с акцентом именно на Азербайджан, то есть юга, и очень-очень интересный художник и очень-очень хорошая работа. Поэтому я приехал сегодня специально на открытие. 30 лет в Тольятти это уже срок, но, как я вижу, он себя тут очень хорошо чувствует. Это атмосфера вашего города ему позволяет развиваться и как раз творить. Очень хорошо, поэтому я ему жил еще долгие годы творчества именно здесь, и будем его поддерживать своим присутствием. Эрик Дабашам, француз, проживающий в России, узнал о живописи Байрама Саламова от своих друзей, сработало сарафанное радио. Художник и коллекционер познакомились и дружат уже три года. Эрик Дабашам на персональную выставку приехал специально и уже выбрал себе в коллекцию некоторые произведения. Мне очень нравится вот танцор, которые он рисует. То есть там их несколько, но он всегда рисовал, то есть разные. Есть очень хорошая работа, которая сегодня представлена как раз в другом зале. Очень приятно, что художник стал действительно таким знаменитым, именно живя в Тольятти. Вот это действительно вот этот большой плюс и творчеству художника, и гордость нашего зрителя. Для творца юбилей – это не просто праздник, это рубеж, отчет, итог многолетней работы, результат творческих поисков. И отрадно, когда есть возможность наблюдать, как взрослеет художник, как растет его мастерство, развивается талант и материализуются мечты. А если удается сохранить, документальное подтверждение – это счастье. Берам, а в каждой работе есть? То есть каждая работа вам до конца, то есть вы ее закончили, и она вам нравится абсолютно? Или нет? Проходит время, и видишь какие-то недостатки, вот можно было бы что-то исправить? Однажды какой-то скуптор делает прекрасную скуптуру, и сидит, и говорит, ну, плачет. Что плачет? Он говорит, представляешь, я свою работу ошибкой не могу найти. Вот то же самое, но есть, и даже беда есть, там не находишь какой-то недостаток. А вообще-то есть такие работы, что нравится, что не хочешь его даже продавать. Выставка поражает обилием сюжетов. Здесь можно увидеть знакомые пейзажи европейских городов, выполненные в манере импрессионизма, романтические сюжеты с восточными красавицами, оригинальные байрамовские букеты и невероятных размеров цветочное панно. Представлены на выставке и авторские эксперименты в жанрах прикладного искусства, гобелены, расписные чемоданы и кейсы для музыкальных инструментов. То, что у байрама неизменно, да, это его колорит. Колорит именно праздничный, даже когда он пишет «Глубокую осень», у него все нарядно. Тот колорит, который веет от родины байрама, а он родился, как мы знаем, на Кавказе, он пронизывает все его творчество, и это как раз его и есть стержень. А то, что байрам нашел свой стиль, свой язык, он тоже ему не изменяет. Поэтому меняются сюжеты, меняются натюрморты, но вот этот декоративный и сочный смак, который творит байрам, он остается. Поэтому его честность, его открытость, даже где-то хулиганство, где он нарушает, но это его манера стилизовать. В конце концов, художник, он не должен копировать как фотоаппарат, он должен трансформировать мир, как он его видит. А байрама мы видим в глазах сплошной праздник. Каждый посетитель Тольяттинского художественного музея увидит на выставке знакомые и полюбившиеся мотивы, а, возможно, откроет для себя нового, неожиданного, а потому всегда интересного художника Байрама Саламова. Дима, я знаю, что вы отметили одну из последних работ Байрама Саламова, и вот мне интересно, что вам понравилось, что ли? Почему вы обратили внимание вот именно на эту работу? Прежде всего, если говорить о работах художника, художник, прежде всего, это тот, кто предопределяет собой время и наполняет своими творчеством и своими работами сюжеты. Наша задача, как юных коллекционеров, создателей, это соединить совокупность заработанных нами ресурсов и направить их в нужное русло. То есть мы собой являем тот образец, впитываем некий опыт, некое писание, что пытался выразить этим человек, писатель, художник, неважно. То есть именно за этим идут к классической литературе, общаясь с лицами художников, которых у нас уже нет, не существует. То есть это опыт. Этот опыт мы перенимаем, и это для нас совершенно верный этап поддерживать старое для того, чтобы предупредлять наше будущее. Именно в нашем городе Байрам Саламов сформировался как настоящий живописец со своей оригинальной узнаваемой манерой и собственной галереей. Кстати, галерея Байрама входит в список наиболее посещаемых культурных объектов Тольятти туристами. Я очень рад, что так помог этому. У Игоря Корнелюка дома две великолепные работы. Владимир Абрамович Долинский, заслуженный артист России, наш актер замечательный, приобретал работу. Несколько работ ушло в Израиль. Одну я лично отвозил. А уж Игорь Губерман какую дал оценку, а он разбирается в живописи очень серьезно. Поэтому нам есть чем гордиться. Имеют место в творчестве художника Байрама Саламова и волжские пейзажи, написанные чистым цветом и в свойственной автору романтической тональности. Невозможно остаться равнодушным к изображению милых сердцу зимних деревенек и тихих осенних гавань. Наш город складывался как город смелых, авантюрных, интересных и приезжих людей. И нам ужасно повезло, что в возрасте 25 лет молодой человек приезжает в Тольятти, остается и, собственно, складывается как великий художник именно в нашем городе. И вот, мне кажется, очень многие события и люди великие именно так и складывались в Тольятти. Поэтому это отражение в том числе истории нашего города. Художник-живописец Байрам Саламов не изменяет в своей манере изображение пейзажей и композиции символического плана. Большую часть работ составляют жанровые произведения. Энергичный пастозный мазок, выпуклое пространство в картинах Саламова создают экспрессивный и романтический приподнятый образ. У Байрама всегда была сказка в работах. И, наверное, той сказки, вот этой сказки, как раз нам и не хватает. Это счастье, это радость, это любовь в каждой его работе, в каждом его мазке. Она отражает жизнь, жизнь настоящего художника, его эмоции, его вдохновение, его любовь ко всем нам. Какое счастье, что у нас есть Байрам. Благодаря мастеру мы с вами можем видеть гранатовые сны и наслаждаться истинным праздником красоты и таланта. Человек, конечно, без мечты. Я считаю, что как корабль без компаса. Вот это сегодня, в которой мы работаем, принимаем, конечно, много гостей, даже школьников. У нас всегда говорят, что это бесплатно, и гостей, и туристов. Я бы хотел, конечно, купить или строить его доступное более место для города, чтобы парковками, безопасными там были люди внутри еще побольше помещения сделать, чтобы провести кроме моих картин других художников. Хотел бы, если получится, расширить. И желательно, чтобы во первом этаже вот это мое простое, и творить, и работать все. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА